Сатановский Есть, друзья, такой известный политолог с очень интересной фамилией Сатановский, когда он появился еще давно, в те самые 90-е годы. Я подумала, господи, даже такие фамилии существуют, как Сатана, Сатановский. Но никогда я, собственно говоря, мало за ним следила, я не знаю его боевой путь, как он прошел. Во всяком случае, я сейчас даже тоже не знаю, власти он или нет, у кого он является каким-то советником. Меня привлекло его выражение, некрасивое выражение. И я не знаю, мне кажется, для Сатановского вообще-то это было неприемлемо, такое название. Я имею в виду, что вроде как не в манере его поведения. Он сказал «Сволота альпийская». Сатановский так выразился о санкциях Швейцарии. Вот за что и за кого он заступался, друзья? За Крымский или Мост? За компании, которые, возможно, заплатили Сатановскому, чтобы с высокой трибуны дать оценку санкциям Кремля? Потому что сам по себе, ну зачем ему, скажите, говорит «Сволота альпийская», портить отношения со швейцарским правительством, ведь они это тоже все будут знать. И вдруг он известный политолог, кремлевский, такой прикремлевский деятель, вдруг говорит о том, что «Сволота альпийская» – это что касается проектировщиков и строителей Крымского моста, он взял их под защиту. То есть он ради проектировщиков и строителей Крымского моста, Сатановский вдруг на себя вызывает большой удар. На самом деле швейцарское правительство тоже может это себе взять на заметку, корректировку. В своем телеграм-канале он написал об этом, он написал в телеграм-канале «Сволота альпийской». Сатановский напоминает про Эрдогана, что там к нему не применяли никаких санкций. Но друзья Эрдоган или кто другое, друзья, они находятся на своей территории. Даже если они кому-то это применяли, оккупация Северного Кипра, а Россия считается оккупантом Крыма. Почему оккупантом, друзья, вы понимаете, да? Я хочу, чтобы вы понимали, почему Россия считается оккупантом. Не потому, что украинцам захотелось так назвать вдруг Россию, что она оккупант. Нет, друзья, а потому что официально ничто нигде не заявлено. Нет договора о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. А если нет договора, а Россия вошла и смела все правительство и сказала «власть здесь моя», но Крым не заключает договор, получается Крым в оккупации. То есть правительство Аксенова, оно новое, его насадили, а то, которое было крымское правительство, оно ушло, его выгнали. Но правительство в изгнании, да? А Аксенов – это свой человек, которого посадила уже Москва, Кремль посадил. Причем, когда эта заварушка уже случилась с 14-го года, то зеленые человечки, когда они пришли, они знали, что они будут сажать именно Аксенова. Никого-то другого. Он не спонтанно вышел. А Аксенов и Константинов – это две фигуры, которых обязаны были посадить, за которых было уплачено, о которых были договоренности, и их посадили на эти самые тепленькие места. Ведь Аксенов и Константинов уже и так были. Но Константинов был, да, он в строительном бизнесе, он, в общем-то, несмотря на свою такую интересную внешность, он все-таки многого добился. А Аксенов пока был так, знаете, как шестерка на подхвате. Но он старался при Могилеве где-то быть, там засвечивался, здесь засвечивался. Но я не об этом. Я о действительно том самом Крымском мосте, кто его строил, и что это является все-таки оккупацией, и не вследствие того, что кто-то захотел просто обозвать, это оккупация вследствие того, что не подписано ни одного договора о вхождении Крыма в состав России. Именно поэтому это считается оккупацией, друзья. Чтобы вы понимали, почему именно так говорят. Документа нет, значит, оккупация, друзья. И поэтому в Крыму, в принципе, российские законы практически не действуют. Поэтому в Крыму так трудно было устанавливать. С пенсией были проблемы. Я помню, с выдачей паспортов тоже они под особым грифом шли, те самые крымские паспорта, и торговали ими. То есть, я что только не делали с этими крымскими паспортами, потому что знали, что это ненадолго, и знали, что это не так уж серьезно. Потому что крымские паспорта имеют определенный код, где видно, что это крымский паспорт. И человека из Крыма за границу не примут. Будет видно, что человек из Крыма, значит, он под санкциями, все под санкциями. Вот поэтому я никак не могу понять, почему вдруг Сатановский так обозлился на Швейцарию. Может быть, он участвовал в строительстве Северного потока. Может быть, ему дали возможность участвовать, потому что Швейцария, да, она поставляла свою продукцию. Она была в составе как раз строительства этого Северного потока. Но как только Швейцария наложила санкции на строителей Крымского моста, потому что они не имели права соединять два государства в своих интересах, а не мост создавали в своих интересах, то в этом случае их действия рассматриваются в международном праве как неправомерное. Это агрессивная выходка против соседнего государства, считается. Строительство это Крымского моста. Это юридически так. Вы можете это с юристами советоваться. Я вам рассказываю простым, обычно доступным языком, чтобы вы понимали, что это такое был Крымский мост. Да, может быть, кому-то он удобен, но, во всяком случае, Крымский мост долго стоять не будет, потому что он сделан так дешево. Там все, что можно удешевить, удешевляли, поэтому долго он стоять не будет. Вероятно, знали, что его когда-то разрушат. Я говорю вам сегодня это, а вам это не кажется реальным и что это возможно. Но если через три года его разрушат, вы скажете, ага, Таня была снова права. Но это будет через три года. А сегодня вы пока об этом даже и не задумайтесь, скажете, этого не может быть. Ну, как всегда, друзья, этого не может быть. Помните, я вам сказала о крепостном праве в 2017 году, и что вы будете сидеть по домам, запертые, под домашними арестами. Тогда даже вообще на эту фразу никто не обратил внимания. И, конечно, сказали, этого не может быть. Но через три года вы оказались запертыми, как раз под домашним арестом. А, казалось, может быть, да, самое нелогичное, оно логично и может быть. Поэтому здесь точно так же. Я не знаю, конечно, на что вдруг обозлился так сатановский. Единственное, что я понимаю, что сволота альпийская, это уже слишком через край. То есть его, вероятно, это слишком возбудило, слишком задело. А в чем она, сволота альпийская? Зачем ты кладешь деньги в швейцарский банк? Скажите, пожалуйста, зачем кладут деньги эти те, кто строители Крымского моста? Если у вас все правильно, если вы любите свою страну, свою родину, зачем вам в Швейцарию класть деньги? Зачем вам в Швейцарии покупать дома? Скажите, вот она, сволота альпийская. Не подпустили к своим собственным деньгам? Наверное, сделали блокировку. Поэтому, скорее всего, поэтому Сатановский так и сказал, сволота альпийская. Я думаю, что так. Но это, опять-таки, друзья, мои предположения, мои мнения. На самом деле, как-то я не могу понять, потому что, ну, слишком не похоже на вежливого Сатановского. Я понимаю, что он, в силу того, что он такой немножечко как бы эмоционально агрессивный бывает, но все равно это не в его стиле такие слова, которые говорятся в эфир на публику. Между собойчик он может сказать все, что угодно, любое грубое слово. Но в эфир, а он сказал это в Твиттере, я еще раз напоминаю, сволота альпийская все-таки слишком сильно звучит эмоционально и негативно. Поэтому, друзья, вывод может быть только один, что у него у самого деньги находятся в швейцарском банке. Возможно, и он каким-то боком, где-то в каком-то списке попал под санкции. И поэтому она стала сволота альпийской, потому что не пустили в домик, потому что не дали к своему собственному аккаунту, к своему счету, не дали доступа. Но, друзья, это вполне. А зачем ты держишь, еще раз повторяю, в том самом швейцарском банке, где работает сволота альпийская? Лучше держать дома, у Грефа, надежнее. И он не сволота альпийская, он всего лишь немецкая. Ну и то, неизвестно кто мы, не знаем кто он. Очень уважаемый человек и эзотерик такой, доверующий человек, очень подкованный, который за искусственный интеллект тратует. Но, вероятно, лучше все-таки Сатановскому держать деньги в Сбербанке у Грефа. Но иначе зачем ему сволота альпийская? Солота, сволота. Знаете, вот все, конечно, СМИ тогда гудели на эту тему. Некрасиво высказался. Некрасиво и не по делу. Но мой взгляд, взгляд Тани Карацуба. Сиитбургхан. Сиитбургхан. Субтитры создавал DimaTorzok